С 9 марта введены новые ограничения касательно валюты, оборота, снятия, ну, короче, все, что касается долларов. Евро, понятно, уже все, до свидания, забыли про него. С долларами давайте разбираться. Достаточно много вопросов поступает, много людей паникуют, как-то не понимают, как с этим теперь работать, какие ограничения, какие лимиты, как в это все вписываться, как снимать больше, чем 10 тысяч и так далее. Вот на эти вопросы постараюсь сейчас ответить. Поможет мне в этом Тинькофф Банк, потому что, ну, во-первых, я им пользуюсь, я слежу за ним в соцсетях, и он умеет, вот умеют ребята из Тинькофф Банка простым языком сложные вещи объяснять и рассказывать. Итак, давайте перейдем к тому, что у нас вообще произошло, какие новости. 9 марта Банк России ограничил снятие наличных с валютных счетов и вкладов до 10 тысяч баксов на человека. Рассказываем, как теперь снимать наличные. Давайте разберемся. Итак, касательно отделений Тинькофф Банка. Тинькофф терминалы считаются за отделение. Может быть, кому-то удивительно будет, но я тоже, на самом деле, в шоке. И это хорошо, то есть это нам на руку. Поэтому снимать в банкоматах Тинькоффа мы можем, как обычно. Итак, чтобы снять с банкомата Тинькофф, вы можете к нему прийти и снимать эти доллары. Но понятно, что вам придется побегать. Я вчера, например, гонял в два места, чтобы снять эти несчастные доллары. И у меня так не получилось их поймать. Но я в Питере, вот здесь карту Москвы, я показываю. Здесь, конечно, больше отделений, больше людей. Вот, как сюда зайти? Как посмотреть? В реальном времени посмотреть, в каком банкомате есть доллары, в каком нет. Итак, переходим во вкладочку «Еще». Потом вот сюда «Инфо» нужно будет перекинуться. «Банкоматы». Выбираем Тинькофф, чтобы там комиссий никаких не было. Здесь выбираем доллары США. И видим, какие банкоматы у нас есть на данный момент с деньгами. Вот этот статус наличия денег в банкоматах обновляет достаточно регулярно, буквально там каждую минуту. То есть, если деньги кто-то положил в банкомат, сотрудник банка или просто обычный человек, то вы об этом узнаете буквально в реальном времени. Значит, настройки все поставили. Нажимаете на нужное отделение. И вот можно посмотреть, сколько денег доступно в банкомате и когда он работает, в какие сроки. Есть и круглосуточные тоже. Вот здесь для снятия доступно 2900 долларов. Соответственно, вы придете к нему. Эти деньги там будут, если никто до вас не подойдет к нему и не снимет их. Номинал прописан. Короче, все очень информативно и доступно. Вот, ну, я мотался вот по Питеру вчера, как бы, не ближний свет, на самом деле. Поэтому, ну, приходилось добираться долго, поэтому я не успевал. Так, идем дальше, значит. Нашли мы банкомат. Что будет, если снять наличные со вклада больше 10 тысяч долларов? Нельзя будет снять больше именно в валюте, но можно будет снять в рублях. То есть, если вы захотите снять 10 тысяч 10 долларов, то вот эти 10 долларов, они посчитаются по текущему рыночному курсу от CB. И будут выданы вам в рублях. Значит, есть ограничения также по поводу разных банков. Про это вот сейчас дальше. Вот здесь. Вот здесь. Ну, вот, смотрите. Если у нас валютные счета в нескольких банках есть непосредственно, но ограничения действуют на каждый банк, оказывается. То есть, если у вас есть 30 тысяч и каждые 10 разложены по разным банкам, были, разложены были до 9 марта, до 12 часов 9 марта, то с этих вкладов вы сможете снимать деньги с каждого банка максимум по 10 кэсов. Вот, поэтому можете пользоваться. Естественно, нужно, наверное... А, ну, в Тинькове, понятно, там не нужно договариваться, звонить и так далее, потому что нужно просто найти банкомат с этими деньгами. Вот, а другим, там, ВТБ, тому же надо позвонить по номеру 1000, заказать валюту или там в чатике поддержки написать. Можно ли открыть новый валютный вклад? Это сделать можно, но до 6 сентября с новых валютных счетов или вкладов нельзя будет снять наличную валюту. Только, опять же, будет конвертация в рубли. Так, это мы разобрали. Зафиксировать курсы на паренечном, а не по внутреннему банковскому. Вот это, конечно, я не совсем понял. Банковский курс всегда был, как бы, более невыгодным. И сейчас, я так понимаю, вообще запретили ведь продажу валюту внутри банка, конвертацию, насколько я понял. Ну, если ваше желание какое-то, да, а не принудительное снятие с валютного вклада долларов. То есть, не понимаю этот пункт, честно говоря. Поясните в комментариях, кто знает. Ну, вот и все, в принципе. Объяснение, я думаю, было понятным. Если какие-то дополнительные вопросики возникают, то задавайте их в комменты под этим видеороликом. Напоминаю, что можете открыть карточку у Тинькова дебетовую с бесплатным обслуживанием. Там бонусы всякие, вот есть кэшбэки и так далее за использование картой. Пока что Тиньков банк один из самых, так скажем, стойких в текущих реалиях. Мало всяких косяков, поддержка работает нормально. Можно оформить виртуальную карту МИР, да, для кого это актуально. Пожалуйста, оплачивать там покупки и так далее. Следующее, что можно еще открыть вклад с дополнительным процентом. Смотрите, опять же, в закрепленном комментарии под этим видеороликом. Там дополнительный бонус на открытие вклада в Тиньков. Если вы решитесь это сделать, то, пожалуйста. Я видеоролик снимал, даже пару роликов прошлых были. Про вклады стоят, не стоят, какие проценты и так далее. Посмотрите, как вариант из несанкционных банков Тиньков очень даже так хорош, я бы так сказал. Так что, друзья, мы будем на связи. Вопросики задавайте, какие есть. Все, всем счастливо.